обида искривляет восприятие мира помимо того что там это вонь такая и боль нам и как бы все время хочется какой-то подвох видеть вот это вот искривленное сознание обидой не дает нам увидеть реальность такой как она есть у меня был такой интересный случай в жизни я был дома казахстане решил купить там был сезон малины вот я решил порадовать близких купить ведро малины чтобы там и поесть на это варенье сделал вот я хотел выбрать хорошую малину ходил там у разных продавцов это еще бы лифтить еще супермаркетах не было малины это все было такая дачники продавали вот я ходил выбирал эту малину ведро надо выбрать нормально и пробую кислое сладкое уже наметил где купить и там была одна бабушка я повторю можно у вас попробовать малину но попробуй интересно интересная бабушка пробую малину малину не очень ну как малина хорошая малина но я еще поищу можно уже начал оправдываться ну иди поищи сынок ходишь здесь все пробуешь поесть наверно просто пришел неужели так плохо выгляжу бабушка подозревает что я пытаюсь объесть этих бабушек бедных вот я уже так что как-то думаю может купить они чтобы она вот порадовалась жизни и вот когда у человека вот такое восприятие мира знаете вот ему человек протягивает не знаю торт он воспринимает а там наверняка я человек очередной раз найти разыгрывая в очередной раз раскрывает покушение на себя на землю там ну мировое правительство еще что-нибудь такое заговоры евреи вот и вот в таком состоянии это вообще клиника то есть человек везде везде видит какой-то вот я у меня вот тоже был случай в жизни человеком одним мы очень сильно как-то не поняли друг друга и я пытался выстроить отношения помириться я вот там что-то думаю надо наладить отношения ну что надо что-то купить вместе съесть нам ну как так и вот знаете человек воспринимал это как очередное оскорбление вот ты просто что-то делаешь а воспринимается как ты еще что-то еще хуже сделал и несколько лет мы не могли помириться хотя работали вместе потом ну господь так все устроил я уж там понял что надо молиться но невозможно не могу в обществе где вот этот негатив вот эта вот картошка гнилая да и в конце концов я уже сначала богу молиться но очень придумал я не знаю что делать и он придумал у него заболел зуб заболел зуб прямо на работе что-то схватило а анальгина не было нигде и я побежал в аптеку покупать ему анальгин или что там анальгин правильно на обезболивающее что-то такое и вот этот момент вот в этот момент он не поверил и потом уже все нормально было но это видите по милости бога чудо произошло